Субтитры делал DimaTorzok Ссылочка будет в описании Просто берите, подписывайтесь, я думаю вы не пожалеете Потому что таких людей еще не видел Реально жить в Америке, играть в КРМП Это очень круто Поэтому советую всем подписаться Всем привет с вами Кирилл Вы на канале Кирилл Гейм И сегодня у нас новое видео В этом видео я сделаю такой честный обзор Самой такой дорогой машины Это Bugatti Chiron Я вам покажу какие у него плюсы, минусы Что это вообще за машина Какая у него год сцена и так далее Я думаю вам это будет интересно Поэтому для нас ставьте лайки Подписывайтесь на канал Также не забывайте, что у меня есть свой промокод Пишите вместе капсулам Кирилл Гейм На пятом уровне вы получите 50 тысяч На десятом уровне вы получите 100 тысяч Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холиплей Также не забывайте, что у меня в группе Проходит конкурс на автомобиль Мерседес Бенз GT63С Поэтому ссылочка на конкурс будет в описании Кому интересно, переходите и участвуйте Также не забывайте подписываться на мой инстаграм Потому что там выходит много чего интересного Видосики, фоточки Поэтому всем советую подписаться на мой инстаграм Ну что ж пацаны Пришло время протестировать эту малышку Я вам все сейчас расскажу Покажу, что это за машина Как ее вообще получить И сколько их вообще на серверке Я думаю реально это вам будет интересно Потому что обзоров Чиронов я особо не видел Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Давайте скорее попробуем добить 16 тысяч подписчиков Я вам буду очень благодарен Итак, это у нас получается Бугатти Чирон Очень редкая машина На первом сервере таких машин всего лишь две Это у ютубера И вот у, получается, пацана Которого я взял Это Винсент Большое ему спасибо, кстати За то, что дал мне свою машину Как бы он ее купил за дубон, если что, пацаны Этой тачки нету ни в автосалоне Ни в рулетке Нигде Только есть в Ивенте Ивент этот называется Остров Сокровищ В принципе Давайте я вам покажу Вот пишите команду Ивент И здесь у нас получается Есть пиратский сундук И вот здесь есть Бугатти Чирон Бугатти Чирон стоит почти 46 тысяч дублонов Чтобы вам купить эту машину Вам нужно потратить 90 миллионов Либо задонатить Смотрите, если вы тратите 90 миллионов То вы сможете купить вот 45 тысяч дублонов И купить, соответственно, Бугатти А чтобы купить ее за донат Вам придется задонатить 45 тысяч В принципе, настоящих рублей Давайте сядем в машину Я вам покажу карпас Если что, пацаны Это не моя машина Я вам повторяюсь Конечно, я бы хотел себе эту машину Но мне кажется, она 100 миллионов не стоит Почему? Я объясню чуть позже Давайте покажу вам карпас Вот, пацаны, карпас данной машины Вот, пацаны, владелец Это Винстон Макларен Большое ему спасибо за то, что он дал мне свою машину Модель авто Бугатти Чирон ID-605 Номеров на ней нету В принципе Я бы, знаете, какие-то номера поставил Со SWR-8 поставил бы номера 3O887 Они бы здесь, мне кажется, классно смотрелись Из тюнинга здесь есть только, получается, антирадар Почему? Потому что чип на эту машину, пацаны Стоит 10 миллионов 10 миллионов просто стоит чип Чтобы вы понимали Сигнализация стоит, наверное, около 5 миллионов, я так думаю И улучшение бензобака тоже стоит около 5 миллионов Целостный 100 Год цена у него, пацаны, 20 миллионов 20 миллионов год цена Пробег, кстати, 71 километр По-моему, он только вчера его, получается, купил за дублоны Давайте, я думаю, посмотрим его внешне Посмотрим, что у него там в багажнике Под капотом, в салоне и так далее Итак, я попытался открыть здесь багажник Ну, то есть, багажник я открыл Вот, багажник у него спереди находится А мотор находится сзади Я хотел открыть капот Но капот здесь не открывается На Бугасе Я вам даже это могу показать И вот, смотрите Я попытаюсь открыть багажник Вот, багажник Это у нас, получается, капот сзади Он открыт Видите, закрываю Ничего не происходит Нажимаю открыть Тоже ничего не происходит Поэтому мотор мы не сможем посмотреть И, как по мне, это уже минус Это уже такой небольшой минус, потому что, блин, тачка редкая И мы могли бы хотя бы сделать, чтобы багажник сзади открывался Точнее, капот Да, я знаю, что никто капотом багажник не открывает Но все равно, пацаны, моделька должна быть идеальная за такие баг Смотрим, короче, багажник Здесь у нас какие-то сумочки, видите, справа-слева Получается, вот там жидкость можно заливать, я так понял, да? Вон там, по-моему, либо обмывайку можно заливать Либо, не знаю, что еще там можно заливать, в принципе И больше здесь ничего нету Так, давайте посмотрим салон Смотрим, что же у нас здесь есть Здесь у нас, получается, видно стекло Которое, за которым находится мотор, получается В ковши такие сидения, короче Ну, салон, не знаю, вроде бы как и проработан И здесь очень темно Вид от первого лица здесь, кстати, плохой Потому что, видите, вот, ваша голова персонажа выходит за крышу И это довольно-таки хреново Зеркало вообще какое-то конченное, на самом деле, в этой машине Как бы не во виду владельцу машины Просто, как бы я делаю честный обзор и я докапываюсь до всего просто Потому что тачка довольно-таки дорогая Итак, смотрим, что еще у нас здесь есть Видите, у нас такой переход еще есть Я не знал, что в Бугате такой переход идет Видите, такой, типа, переход в салон идет Закругленный Это довольно-таки прикольно смотрится Я не знал, что даже в настоящей Бугате такое есть По салону у нас здесь руль довольно-таки прикольный Но, видите, у нас персонаж сидит не ровно, а немного вправо получается Видите, даже стелка вот просвечивается здесь Тоже какой-то косяк такой небольшой, в принципе Ну, видите, косяки, пацаны, есть Вот с этой стороны также просвечивается Видите, ее можно покрасить, пацаны, в два цвета Видите, черный и красный Можно ее полностью белой сделать Либо полностью красной, либо полностью желтой Можно ее желто-черной сделать Либо красно-желтой Короче, она прикольно так красится Диски здесь довольно-таки нормальные Вроде бы как, но видите здесь нету тормозных Суппортов, но это в основном на всех машинах Такое, но так тачка очень классно выглядит Она очень широкая, такая большая Четырехствольный просто выхлоп Реально тачка очень прикольная, давайте Проедемся на ней и посмотрим сколько она едет Итак, давайте замерим максималку, повторюсь Чипа у нее нету, потому что чип стоит 10 миллионов И владелец этой машины пока что Его не ставил и ставить может быть даже не будет Ну максималка у нее 142 километра Пацаны, на самом деле это хреново Потому что Бугатти это самая быстрая машина В мире, была раньше, сейчас по-моему самая быстрая Это Кёнигс Эльгера, или Агера Я точно не помню, ну короче Бугатти сейчас Не самая быстрая машина в мире, но она Одна из самых быстрых, поэтому я думал Что она будет ехать ну километров 200 Хотя бы, вроде бы Бугатти Гиперкар, понимаете, гиперкар пацаны Не суперкар, а гиперкар И он должен ехать около 200, ну 300 километров, понимаете И было бы круто, если бы они сделали Чтобы она столько ехала Так, Саня Мартунов пишет Стоп, так, купил Нет, нет, или админы дали Нет, не купил Взял на тест, давайте напишу Влог топ Спасибо тебе, Саня Мартунов За такие тёплые слова Кстати, кто влог не смотрел, можете посмотреть Но я вам хотел рассказать о том, почему она не стоит 100 миллионов Во-первых, эта тачка, ну, не быстрее всех других машин Её обгонит даже BMW Вот, пацаны, короче, он в серии Димас, я в телеке Так, поехали, короче Давайте я вам расскажу всё-таки, почему эта тачка не стоит 100 миллионов По моему мнению, это лично моё мнение Во-первых, она едет не очень быстро 142 километра без чипа С чипом она будет ехать, возможно, там, 160 Во-вторых, вообще, за что вы платите 100 миллионов? Вот, за что вы платите 100 миллионов, пацаны? В основном сейчас такая на неё большая цена Потому что их очень мало На всех серверах Я думаю, на, там, на седьмом, на шестом На пятом их тоже мало, короче Ну, ну, стуки 3, там, может быть, 5 максимум их штук На сервере Это максимум просто И эта тачка просто эксклюзивная Вы платите за то, что, если вы приедете на светофор Будете стоять, у кого не поедет такая же машина, понимаете? То, что вы... Это просто эксклюзив, пацаны То, что вы платите именно за эксклюзив То, что это редкая машина То, что она очень красивая Это гиперкар там Вот, за это вы платите 100 миллионов Вы платите не за скорость Вы платите не за того, что здесь есть какой-то охуенный тюнинг Вы платите за то, что это уникальная тачка И их мало на проекте Ну, точнее, на сервере Вот за это вы платите, пацаны Ну, 100 миллионов, честно Если бы у меня были 100 миллионов Я, наверное, бы не купил эту машину Я бы лучше купил какую-то тачку на фулл бате, там, например Понятное дело, что это не самая дорогая машина на проекте Но, как бы, это самая дорогая машина редкая именно Если бы здесь ещё фулл бат номера стояли Она бы стоила ещё дороже Она бы стоила около 150 миллионов Да, у него ГОСКО 20 миллионов, но вы платите именно за эксклюзивность, за то, что это редкая машина. Ну что ж, вот такое получилось видео, надеюсь оно вам понравилось, я старался вам именно полностью показать эту машину, рассказать про нее, и надеюсь у меня это получилось. Просто ставьте лайки, пацаны, подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсе, также можете подписываться на мой инстаграм. Честно вам скажу, я бы, наверное, не купил бы эту реально машину за 100 миллионов, но если у вас есть лишние 100 миллионов, то можете ее покупать. Потому что это очень красивая машина и эксклюзивная машина. Да, она едет не очень быстро, но вы платите именно за эксклюзивность и за ее красивый внешний вид. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и всем пока.